Добрый вечер, дорогие друзья! С вами опять фирма Петерсона и я Эдуард Петер. И я не готовлюсь к завтраку. Мне пришла в голову одна идея. После того, как я раскрыл коробочку, которую мне жена подарила, а в ней оказались, ну я знал примерно что это, но что настолько красиво. Это печница и солонка в новом варианте, то есть современном варианте. Видите, в такой коробочке, на батарейках. И работает она таким образом. Нажимаем здесь кнопку и сыпем перец. То же самое солим. А у меня есть еще вот такая перечница, старая такая, я не знаю сколько ей лет. И вот это натолкнуло меня на одну идею, стоковую идею. Это уже стоковая идея, что вот старая и новая. Вот это новая, это старая. И вот как бы это так презентировать. То есть, если я просто так поставлю, назову старую новую, ну наверное, ну как-то скучновато это все. И тут я вспомнил одну историю. И подумал, что она будет самой подходящей к показу вот этих двух перечниц. Дело в том, что я в свое время, когда я был еще молодой совсем, только из армии пришел, женился и сразу надо было идти работать. Я пошел на завод и работал там шлифовщиком. А у меня был мастер, ну лет так на десять меня постарше. И как-то раз он пригласил меня к себе домой. Мы дружили, в общем-то, несмотря на разницу в возрасте. Дружили. Хороший был человек. Пригласила меня в гости и, как всегда, по русской привычке достал бутылку водки и говорит, ну давай. Я говорю, я не буду, потому что нечем запивать. Я не могу без этого. Я когда-то отравился и 16 лет, и после этого засунуть в меня водку без ничего практически невозможно. Тогда он сказал, знаешь что, подожди, сейчас я тебя угощу одним блюдом, которое заменит тебе эту самую закуску. И запивачку. И он взял вот такой помидор. Ну, такой он не взял, он взял в российский такой помидор большой, а этот био немецкий, то есть чистенький такой, да. Что он сделал? Он разрезал пополам. Так. Посыпал на обе половинки чеснок. Давайте я поближе поставлю, кто так плохо видно. Посолил. Опять же обе. Поперчил. Ну, ясно, что ты из пересенцы солил. Поперчил. Таких приборов тогда не было. Вот так. И это у меня уже отсебятина. То есть я беру еще маленький такой лучок, совсем мелкий-мелкий-мелкий. Посыпем. И сложим эти две половины и прижмем. Чуть-чуть. И оставим на 30 минут лежать на подоконнике. Итак, мы на площадке нашей фотографической. И что здесь у нас? Во-первых, я хочу вас познакомить сегодня с дневным светом, который у меня служит в основном для того, чтобы освещать наши видеоуроки и помогать делать видео. Для этого они были и куплены. Но, вы знаете, дело в том, что я решил сейчас опробовать их в качестве основного вспомогательного света. Почему? Ну, потому что, во-первых, меня не устраивает зависимость от погоды. От того, что там за окном, то дождь, то слякоть, то солнце, то еще что-нибудь, снег. Но снега у нас не бывает. Поэтому я решил попробовать поработать с дневным светом. Да, конечно, у меня есть вон там, я ее называю, тяжелая артиллерия. У меня есть вспышки. У каждой из этих систем есть свои недостатки и преимущества. Эти довольно-таки громоздкие, все в проводах. С ними иногда бывает тяжело, очень быстро менять какую-то схему. В основном все хорошо. Вспышки хороши тем, что они махонькие, проводов нет. Но проблема, которая меня всегда беспокоит, это батареи. Это постоянно садится, это постоянно надо заряжать, постоянно держать памятью, ой-ой-ой, завтра у тебя съемка и батареи должны быть полными. Тоже единственное такое. Так, и вот в чем недостаток этих светильников дневного света. Ну, во-первых, я еще пока не встречал ламп, которые бы давали действительно 5600 по Кельвину. Нет, у них проблемка в том, что они дают такой неприятный зеленоватый оттенок. Если просто снимать на Кельвине, допустим, 5200, то будет зеленое все. Поэтому желательно снимать на автомате и в RAW формате. RAW формат поможет нам, конечно, всегда вывести те цвета, которые нам и необходимы. В крайнем случае пользуйтесь серой картой. Те, кто не знает, поинтересуйтесь в интернете, зачем она и как ей пользоваться. Этой информации очень много, я не хочу повторяться. Существует два вида ламп. У меня дорогие, у них есть... Сейчас я покажу. У них там порядка 10 ламп и есть возможность ряды отключать. То есть, таким образом уменьшать количество света, что практически в обычных невозможно. Ну, я вам скажу так, что это небольшая такая помощь, света всегда не хватает. Не то, что его надо уменьшать. В крайнем случае уменьшить можно всегда, когда вы уберете подальше свой источник света, или снизите ИЗО, или увеличите скорость затвора, и вот тебе вам и все. Так, сказал. Поэтому я хочу, как бы, в следующем своем видео, именно на этих источниках света заострить ваше внимание. Почему? Во-первых, они не так дороги, да? То есть, преимущество, я сейчас начну говорить, да, у них есть тоже провода, но, во-первых, они легче. Они гораздо легче, чем вот те бандуры. У них нет генераторов, там, внутри моноблоков. Во-вторых, ими очень легко управлять в плане света. Для новичков это очень важно, он сразу видит. Он сразу видит, куда идет свет, как его перенаправить, как сделать его лучше. Это огромное вам подспорье, кто решится на вот эти источники света. Ну, и к тому же, на эти самые источники всегда можно наделать каких-то там бумажных тубусов и так далее. То есть, как-то их разнообразить. Мы с вами на нашей площадке фотографической. Кое-что я уже поставил. Пока у нас готовятся помидорчики, которые я вот здесь тоже выставлю. В принципе, я потом с вами зайдем с этой стороны и посмотрим, для чего именно вот так стоит. Я сейчас хочу остановиться на свете. Дело в том, что вы сзади видите у меня мою тяжелую артиллерию. Она стоит всегда на запасном пути, как тот броненосец. И вспышки у меня есть, вы знаете, вот эти маленькие накамерные. Но у меня есть еще и дневного света, софтбоксы с лампочками. У каждой системы есть свои преимущества, есть свои недостатки. Там единственный недостаток, они тяжелые. Они тяжелые, перестраивать их или подвесить что-то сверху. Там надо такие противовесы делать и так далее. То есть, там же стоит моноблок и он довольно-таки весит. Проводов куча. Конечно, удобнее работать вот с такими источниками света. Если есть софтбоксики, то они тоже помогают хорошо. Но проблемка тоже в том, что постоянно батареи. У меня вот в последнее время куда-то растерялись эти батарейки. Я их не могу все собрать, никак зарядить. И поэтому, или забывая. Вы знаете, вы часто уже встречали, что, ой, я забыл. Да, воспользуюсь вот своей тяжелой артиллерией. Но, у меня есть еще один источник света. С того, с которого я начинал. Это источники дневного света. Вот это первое мое приобретение было. Здесь видно, да? Видно. Это было мое первое приобретение. И с этими двумя я уже начал творить свои натюрморты. Вот тут стояла лампочка. Побились они у меня в последнее время. Преимущество дневного света, особенно для новичков, в том, что вы всегда видите сразу же, как падает свет. Вот это огромное преимущество. Второе, они не такие тяжелые. А там лампочка и выключатель, потому что там практически ничего нет. Из недостатков, да, я еще не встречал пока лампочек, которые давали 5600. От силы 5000 по Кельвину. И она уходит как бы в зеленоватый такой свет. Но, учитывая то, что мы работаем в RAW формате, да, и с серой картой, то мы можем всегда это дело поправить. Правда же? А так, им не требуются никакие батарейки. Площади достаточно большие. У меня они были куплены для того, чтобы делать это видео. Здесь есть у них выключатель. То есть я могу отключать целые ряды, их тут 10 штук. Да, я могу по 2 включать. Ну, знаете, я вам скажу так, что это уже типа роскоши. Почему? Потому что света всегда не хватает, как правило, а не то, что его надо там уменьшать. Уменьшать можно с помощью вот отодвинул подальше, да, диафрагму зажал или там, я не знаю, скорость затвора увеличил. И всё. Вот вам уменьшение света. Поэтому это не недостаток, я думаю. И можно купить, я вчера смотрел, по-моему, за 139 комплект из 2 штук. По-моему, 139 евро стоит. Вот это не такие огромные деньги, как я вот вкладываю в свои, где за каждый ватт я оплачу 1 евро. Если на 600 ватт, то это 600, 400, 400. Здесь всё-таки в этом плане довольно-таки бюджетно, скажем так. И я сегодня хочу вам продемонстрировать, что можно с этим делать. Почему? Потому что, вы знаете, я не хочу зависеть от погоды за окном. Сейчас это будет светло, потом это будет темно, и это всё прыгает. Каждые 15 минут меняется погода сейчас зимой. И это приносит неудобства. Посему, вот, сегодня у нас премьера такая. Я думаю, что пока я из неё не выжму всё возможное, я так пока на дневном свете и останусь. Хорошо? Договорились, да? Так, теперь давайте мы посмотрим, что я сделал с помощью вот этих двух старых перечниц. Нет, одна новая, вторая старая. Итак, давайте заглянем со стороны камеры. Вот так я себе построил этот натюрмортик. Так, где-то вот. То есть, вы видите, что я на первый план вывел старую. Она очень декоративная, и поэтому, как бы, она играет в главную такую смысловую нагрузку. Сзади поставил уже нашу новенькую, модерновую. Так, где-то надо найти. Вот она у неё. Тут вот так стрелочка. Всё. И, как вы видите, растянутый натюрморт. Вот когда длинный ствол, это позволяет растянуть его для того, чтобы, как бы, увести его в размытие. На заднем фоне у меня будет стоять вот такой горшочек с травкой. Вот хорошо, что здесь вот такой торчит отросточек. Это замечательно. Там я поставил пять помидорчиков, но отнёс один очень далеко, чтобы он совсем ушёл, скажем так. На переднем плане у нас наше блюдо. В общем-то, вот оно, оно показано. Вот так, это оно всё блестящее. Это хорошо. Здесь мы показываем, что это блюдо с чесноком, с перцем. Всё, смысловая нагрузка готова. Расположена правильно, в том плане, что ничего так особо не слипается. И так это уходит вдаль. То есть, вот, не бойтесь раздвигать. Потому что камера, она всё равно у вас соберёт всё вместе. Это однозначно. Что касается схем. Здесь я поставил вот сейчас вот этот софтбокс, опустил его почти до низа здесь, чтобы он изображал у меня окно. Я потом ещё попробую здесь крестовину такую сделать в следующий раз. Посмотрим, что это даст. Так. А вот этот слева, сейчас я покажу. Вот этот, он горит, да? Он осуществляет подсветку, да? То есть, мы с помощью его видим, как подсвечиваются наши предметы. И мы сразу видим, что вот эта и эта часть, они очень тёмные. Посему, вот идут одни пенопласты. Как только мы ставим сюда отражатель, что мы видим? Мы видим прекрасно, хорошо. Но желательно бы здесь тоже какой-то такой блик сделать. Поэтому я вам тут небольшой секретик открою, что я в этом случае делаю. Посмотрите на вот эту имитацию зеркала. Сейчас я объясню для чего. Если я поставлю вот так и буду двигать, то свет, который я включу сейчас, попадая на это зеркало, даст сюда грань, красивую осветляющую грань. Можно ещё заменить. Я взял фольгу, можно заменить тонким зеркалом. Но мне не оказалось, поэтому приходится пользоваться тем, что есть. Вот так. Вот и преимущество как раз сказалось. То есть я сразу вижу, куда у меня что светит. Итак, я включил два света. Справа у меня подсветка идёт сюда. Здесь побрызгал немножко водичкой, так, чтобы свеженько выглядело. Здесь стоит софтбокс, изображающий небо. Так, и установил камеру. Я вам сразу скажу так, что вы должны при сборке натюрморда всегда смотреть свою камеру. То есть в самом начале определите, что вы хотите. То есть вертикальную композицию, горизонтальную. Поставили вертикально, начинайте строить. Обязательно смотрите в глазок свой видоискателя. Так, так как я над этим долго работал и у меня уже всё выстроено, поэтому мне, естественно, мне достаточно будет нажать на спусковой курок. Сейчас я это и сделаю. Поставим. На камере у меня стоит На камере у меня стоит Так, 9 Диафрагма 40 идёт Выдержка из 640 ISO Можно снизить до 100 ISO И при этом Уменьшить До, допустим, 10 И выдержку И диафрагму Уменьшить Но Дело в том, что у меня камера Она позволяет 640 Она снимает без шумов Так же, как будто бы на 100 Поэтому мне В общем-то всё равно А вы смотрите по своим камерам То есть давайте мы сейчас сделаем этот самый Заключительный такой аккорд Вот Посмотрите Видите Всё вроде бы хорошо Но что меня не устраивать Мне не устраивает то, что Наша Современная Перечница Осталась Как бы за кадром Она такая стала Размытая Поэтому, чтобы этого не произошло Я сейчас сделаю стекинг Стекинг вы знаете Что идёт Вот я сейчас уберу Автоматическую фокусировку Начну вот отсюда Фокусироваться И дальше Слоями, слоями, слоями В 5 кадров Я думаю, я уложусь Как раз То, что у меня Вот эта часть будет резко Остальное Мне это уже не надо Так Давайте это сделаем Настроим Поехали Раз Сдвигаем Уникона Это вправо Уникона По-моему Влево Всё, я достиг точки Где Фокусирована Уже у нас Новая Перечница И На этом В принципе Можно закончить Я не хочу Вам Сегодня Вас приглашать В фотошоп Потому что мы Это сделали В прошлом видео Но зачем Повторяться Каждый раз Поэтому я вам Уже покажу Готовый результат Договорились? Теперь После того Как мы С вами Отфотографировались И Остались Я надеюсь Довольны Результатом Пришла пора Дегустация Ох Как она Приятно Выглядит Ну Я вам скажу Так Что Дегустирует Такое Просто так Это грех Поэтому Сейчас проверим Действительно Или так Получилось Как оно Выглядит Отлично Люблю Империал Дело в том Что я еще заметил Как только я В кадре Выпиваю Так Приходят Эти Ребята Которые Пытаются Меня Отучить От этого И ставят Минусы Вот эти Дизлайки Ставят Ну Вообще На фоне Огромного Количества Чуть ли не За 3000 Лайков Пару Пару Вот этих Дизлайков Это смотрится Смешно Но Я скажу Вам Дорогие Антиалкоголисты Дело в том Что В меру Всегда Можно Выпивать Это раз Это Подтверждает Вся Моя Жизнь А Во-вторых Своими Дизлайками Вы Поднимаете Мне В Ютубе Количество Комментариев Потому что Ютуб Он Рассматривает Любой Комментарий Отрицательный Как Допустим Высказывание Какого-то Своего Так что 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 Мне Так Ставите Что Мне Вот Так Ставите Это Все Равно Не В Плюс Понятно Да Ну А Я Сейчас Попробую Уже Можно Конечно Положить Тарелочку Нарезать Ножечком Вилочкой Так Это Все Эстетично Но Ребята У нас Русская Закуска Русский Вечер И Русская Водка Поэтому Здоровья Изумительно Просто Изумительно Можете Мне Поверить А Если Не Хотите Верить На Слово Сделайте Такую Штуку Я Уверен Вам Понравится Ведь Мы С Вами Русские Люди То Что Русскому Здорово Вы знаете Немцу Смерть И так На этом Мы С Вами Заканчиваем Это Видео И Встретимся В следующий Раз Уже С Другим Каким-то Завтраком Окей Всего Доброго Пока Редактор субтитров Корректор